Я еще раз хочу сказать вам, как гадалам, которые взяли на себя честь и смелость вопрошать родных богов и передавать их ответы людям. Для того, чтобы вы были искусны в толковании славянских вест-рода, первое, что вы должны уметь и знать, это твердое толкование резы. Твердое толкование резы, которое изложено в толковнике, что знают боги. Все варианты значения, причины появления, указаний, предостережений, совет, особенности толкования резы при денежных вопросах, при здоровье, при взаимоотношениях, в принципе, при обстоятельствах жизнеописания бога и веды, вот то, что составляет твердую основу для вашего толкования. Я понимаю, что иногда полет фантазии заставляет вас додумывать и перетолковывать, и говорить что-то, что ложится на язык неведомо откуда. Я не отрицаю вдохновение гадала, которое охватывает его во время обряда. Мало того, что я считаю, что без этого вдохновения настоящее толкование не получится, но это как, наверное, как в школе. Если вы не знаете букв, если вы не знаете правильного написания слов, то вы пишете или не пишете вообще, или пишете очень безграмотно. Поэтому я призываю вас к твердому основательному знанию того, что написано в толковнике, что знает боги. И использовать это знание уже как ступеньку для полета своего воображения, для того, чтобы связывать все знаки доедино, и преобразовывать их в что-то цельное, что-то важное, не спрашивающее. Второе, о чем я хочу вас предупредить, и над чем, собственно говоря, я работала в этой части нашей встречи, это о важности осознанного вопроса. Ваш вопрос должен быть осознанным. Ваш вопрос должен быть очень подробным. И на первых порах, когда вы учитесь, вы проговариваете весь свой вопрос во всех подробностях, насколько это возможно. То есть, я спрашиваю о том-то, я спрашиваю о обстоятельствах, спрашиваю еще раз. Или я спрашиваю о здоровье, или я спрашиваю о денежных вопросах, или я спрашиваю о взаимоотношениях с кем-то. Я спрашиваю о здоровье того-то, и в вашем вопросе вы точно должны называть временную перспективу. Я спрашиваю о здоровье того-то, в период вот такой-то. Я спрашиваю о прошлом, спрашивающего на такой-то период, будущего, ближайшего будущего на такой-то период, и грядущего на такой-то период. Не стесняйтесь это проговаривать, потому что я вам скажу по опыту, что вот эта внутренняя дисциплина и порядок задавания вопросов, он отработанный придет к вам уже потом очень легко. И вы сможете просто мысли своей касаться этих вопросов, и этого достаточно, если вы умеете делать это, если у вас есть опыт. Но на первых порах обучения, пожалуйста, проговаривайте о каких обстоятельствах, о каких временных промежутках вы ведете речь. И третье, проговаривайте слух, какой совет богов ждете, на какое временное вы ведете. Вот назовем такой вопрос, осознанный вопрос, а не просто, а кину, резы, что они мне скажут. Так не бывает. Какой вопрос, такой ответ. И вот, чтобы подбудрить вас, я только что говорила о таком, может быть, даже шкалярском зубрении того, что говорят резы, о дисциплине, которая нужна при осознанных вопросах. Третье, что составляет искусство толкования, это ваше да, ваше чутье, ваше воображение. Без него никак. Вот три составляющих, которые, я надеюсь, есть у вас или будут теперь после моих настойчивых уговоров на эту тему. И соединенные вместе эти три важных камня, я бы сказала так, в искусстве толкования, дадут вам полет мыслей, дадут вам восторг, который испытывает каждый подготовленный гадал во время обряда, связи с родными богами и во время толкования. И вы, надеюсь, получите это удовольствие, когда в глазах спрашивающего вы увидите отражение этого же восторга, свет и понимания открывшихся перспектив на будущее и понимания того, что даже если ваше гадание сейчас говорит о недостаточной свободе воли спрашивающего, о тяжких обстоятельствах, которые придется ему пережить, чтобы спрашивающий вместе с вами почувствовал временные горизонты, почувствовал надежду и почувствовал радость, общение с родными богами. Вот этого я вам желаю и говорю о том, что необходимо учить книгу «Что с нами в Боге». Субтитры создавал DimaTorzok